Привет, друзья! Это канал Авиасмотр. А вот и герой этого видео, окутанный завесой секретности, самый дорогой серийный самолет в истории, детища американской компании Northrop Grumman, тяжелый, малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. История появления B-2 берет начало в 70-х годах 20 века. После отмены программы по серийному производству бомбардировщиков B-1A, ВВС США выпустили требования на создание малозаметного стратегического бомбардировщика. На предложение ВВС отозвались крупнейшие американские авиапроизводители. Среди них был Boeing, Lockheed, Northrop, Rockwell и McDonnell Douglas. Предварительный конкурс прошли проекты фирм Lockheed и Northrop. Оба проекта были выполнены по схеме «Летающее крыло». Но проект фирмы Lockheed не в полной мере соответствовал требованиям ВВС США к новому самолету. Вдобавок к этому, мощность Lockheed уже были заняты в производстве ударного самолета F-117, который также был выполнен по технологии стелс. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что Northrop уже имела опыт в создании самолета по схеме «Летающее крыло», последним и отдали предпочтение. Уже в 1981 году был подписан контракт на разработку бомбардировщика-невидимки под кодовым названием ATB. А спустя 6 лет, в 1987 году, будущему самолету было присвоено официальное название «Б-2», и в этом же году намечался первый полет. Но, как это обычно бывает, при запуске большой программы все затянулось. Первый полет состоялся 17 июля 1989 года. В ходе испытаний первого опытного образца вносились многочисленные изменения в конструкцию, что привело в том числе и к удорожанию стоимости самолета. На старте проекта заявленная стоимость одного серийного самолета составляла около 530 миллионов долларов. Но к концу 1990 года эта сумма приблизилась к 900 миллионам, а чуть позднее и вовсе перешагнула психологический рубеж в 1 миллиард долларов за один серийный самолет. Первые серийные «Б-2» начали поступать американским ВВС в конце 1993 года, а спустя 4 года их численность была доведена до 19 самолетов. Все бомбардировщики разместили на авиабазе «Уайтман», где дислоцируется 509-е бомбардировочное авиакрыло, а знаменито оно тем, что в 1945 году именно их самолеты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Авиабаза «Уайтман» была выбрана постоянным местом базирования «Б-2». Для этого здесь была создана целая инфраструктура по обслуживанию этих запредельно дорогих и нежных самолетов. Дело в том, что окружающая среда и ультрафиолет негативно влияют на специальное радиопоглощающее покрытие планера и размещенную на самолете аппаратуру. Всего построен 21 индивидуальный ангар, каждый из которых оборудован собственной системой кондиционирования и пожаротушения. При строительстве ангара были применены композитные и радиопоглощающие материалы. Изначально планировалось, что «Б-2» полностью заменит в строю бомбардировщик «Б-52», созданный еще в 50-х годах. По программе «АТБ» ВВС США планировали закупить более 130 самолетов, но этому не суждено было сбыться. Всего построили 21 самолет. Почему так получилось? Повлияла прежде всего постоянно дорожающая стоимость самолета. По разным данным, только проектные и исследовательские работы по созданию бомбардировщика обошлись американским налогоплательщикам в 20 миллиардов долларов. И с каждым годом на финансирование программы требовалось все больше денег. К тому же была вновь запущена программа разработки бомбардировщика «Б-1Б». Да тут еще и самый главный потенциальный противник развалился. И теперь Пентагон больше не смог прикрываться перед Конгрессом более несуществующей империи зла. Была и вовсе показательная история, которая чуть не поставила крест над всей программой «Б-2». Летчик-испытатель ВВС США Ларри Нилсон принимал участие в испытаниях МиГ-29, которые достались американцам после объединения Германии. И в одном из полетов оказалось, что радар советского самолета может видеть «Б-2» даже на фоне Земли. При этом Нилсон оговорился, что экипаж при этом имеет неплохие шансы уйти из-под атаки перехватчиков, но при этом не сказал, что он имел в виду. Скорее всего, Ларри не лишен чувства юмора и здравой логики. Конечно, он имел в виду экипаж, то есть людей, а не самолет. Экипаж уйдет из-под атаки, просто выйдя из самолета прямо в полете. Ну а затем истребители просто собьют «Б-2» и дел украй. Информация о том, что «Б-2» виден на экранах радаров советских самолетов, быстро просочилась в прессу и случился большой скандал. Но тем не менее, правительству удалось отстоять программу, и она не была закрыта. В итоге на 2017 год построен 21 самолет «Б-2», а общие затраты на программу составили более 44 миллиардов долларов по ценам 2004 года. То есть с учетом затрат на проектирование и разработку, стоимость одного самолета более 2 миллиардов долларов. Ну что ж, дядюшка Сэм умеет гулять на широкую ногу. А теперь предлагаю перейти к осмотру конструкции самолета, ведь это самая интересная часть рассказа в этом сюжете. Напомню вам, что самолет по проекту должен быть малозаметным. И в этом самолете сделано все для того, чтобы его не было видно на экранах радаров потенциального противника. Бомбардировщик «Б-2» выполнен по схеме «Летающее крыло». Немного ранее я уже говорил о том, что у фирмы «Нортроп» был опыт по созданию самолетов по такой схеме. Еще в 1939 году Джек Нортроп, основатель одноименной авиастроительной компании, начал работу над проектом самолета типа «Летающее крыло». Созданный им самолет XB-35, а также его развитие вариант с реактивными двигателями YB-49 и послужили неким прообразом будущего самолета «Б-2». Незадолго до смерти «Нортропу» продемонстрировали «Б-2», на что он сказал. «Теперь я знаю, зачем Господь даровал мне последнее четверть века жизни». Взлет «Б-2» показал всю его дальновидность и гениальность как авиаконструктора. Схема «Летающее крыло» предполагает полное отсутствие горизонтального оперения. Это положительно сказывается на снижении радиолокационной заметности. Но менять курс в полете самолету как-то необходимо, поэтому в качестве рулей направления используются специальные расщепляющиеся щитки на конечной части крыльев. Во фронтальной и боковой проекции самолет не имеет плоскостей и прямых линий. В конструкции планера применяются композиционные материалы, а некоторые элементы покрыты специальной радиопоглощающей ферритовой краской. Крыло имеет кессонную конструкцию. Передние и задние лонжероны, которые выполнены из титановых сплавов, воспринимают основную часть нагрузок и служат одновременно стенками кессонов. Таким же образом выполнены и лонжероны центроплана. В качестве силовой установки используются четыре турбореактивных двигателя F118JS100 производства компании General Electric. Двигатели бесфорсажные и имеют максимальную взлетную тягу по 8600 кг каждый. Силовые установки размещены попарно на верхней плоскости крыла для меньшей заметности в инфракрасном диапазоне. Для этого даже сделали плоское сопло, которое должно формировать плоскую струю выхлопа для быстрого ее охлаждения. Но все это не принесло ожидаемых результатов. Самолет все же заметен в инфракрасном диапазоне с некоторых ракурсов. На бомбардировщике B2 установлена электродистанционная система управления. Она в том числе компенсирует отсутствие вертикального киля, который обычно нужен для стабильности по курсу. Благодаря многочисленным датчикам автоматика сама контролирует пространственное положение самолета и выдает корректирующие команды на механизацию крыла. Самолет пилотируется двумя членами экипажа. Летчики попадают в кабину через нишу передней створки шасси. На остекление кабины нанесен специальный состав с применением золота, который уменьшает воздействие радиационного облучения и вспышки при ядерном взрыве. А теперь пришло время поговорить о применяемом вооружении. Максимальная боевая нагрузка самолета 23 тонны, а после модернизации в 2009 году эта цифра возросла до 27 тонн. Но на практике возят с собой не более 18 тонн бомбовой нагрузки. Боеприпасы размещаются в двух закрытых внутренних отсеках. Это могут быть как ядерные, так и обычные бомбы, свободно падающие или с лазерным целеуказанием, а также возможно применение крылатых ракет. По задумке военных, всего пара бомбардировщиков B-2 Spirit могла выполнить то же задание, что и целая авиагруппа в составе 20 самолетов другого типа. Но на деле оказалось все совсем не так, как это преподносилось американским конгрессменам. B-2 применялся только после подавления ПВО противника с помощью крылатых ракет «Тамагавк» и истребителей бомбардировщиков наземного и морского базирования. Никто не желал брать на себя риск потерять золотые во всех смыслах бомбардировщики. Но в таком случае B-2 не имеет никаких преимуществ перед старичком B-52 и относительно новым B-1B, которые могут выполнить те же боевые задачи с не меньшим успехом и, главное, дешевле. Сверхзатраты на обслуживание и применение B-2 при этом выглядят абсолютно неуместными. Но раз уж создали грозную дубину, значит и махать ею надобно. С момента принятия бомбардировщика B-2 на вооружение он успел поучаствовать в нескольких военных операциях. Впервые это произошло во время операции НАТО против Союзной Республики Югославия в 1999 году. Бомбардировщики совершали боевые вылеты с авиабазы «Уайтман», которая расположена в Соединенных Штатах, и, отбомбившись с дозаправками в воздухе, уходили обратно на базу. За время операции было сброшено до 600 высокоточных бомб. Следующей площадкой боевых действий, где применялся B-2, стал Ирак в 2003 году. Боевые вылеты совершались с авиабазы «Диаго-Гарсия», которая расположена на островах посередине Индийского океана. По разным данным, было совершено от 25 до 50 вылетов и сброшено до 300 тонн бомб. Также B-2 участвовали в военной агрессии против Ливии в 2011 году. К настоящему времени, а сейчас конец 2017 года, уцелели не все бомбардировщики B-2 «Спирит». Официально известно о потере одного самолета, носящего имя «Дух Казаха», простите, Канзаса. И это событие даже попало на видео. Самолет потерпел аварию во время взлета с авиабазы Андерсон на острове Гуам. Произошло это 23 февраля 2008 года, во время тренировочных полетов. Экипаж вовремя катапультировался и остался в живых. Расследование показало, что всему виной неправильные показания датчиков приемника воздушного давления. Скопившийся в них конденсат повлиял на выдаваемые ими значения. Из-за этого самолет, раньше чем это было необходимо, оторвался от взлетно-посадочной полосы. Низкая скорость и увеличенный угол атаки привели к сваливанию и потере высоты. В какой-то момент даже могло показаться, что самолет застабилизировался и сможет продолжить горизонтальный полет. Но из-за невысокой тяго вооруженности бомбардировщик, пролетев еще около 300 метров, левым крылом коснулся земли и развалился. Действия экипажа признали правильными после моделирования такой же ситуации на тренажере. Спасти самолет было невозможно. В интернете можно встретить упоминания о якобы сбитых двух B-2 Spirit над территорией Югославии в 1999 году, но никаких фото и видеосвидетельств об этом вы не найдете. Помните ту знаменитую историю о сбитом F-117 в 40 километрах от Белграда? Весь мир облетели фотографии с обломками американского самолета-невидимки. Так вот F-117 меньше B-2 в разы, как вы можете видеть на фото. Соответственно, обломков было бы значительно больше, но их нет и скорее всего не было. B-2 Spirit состоит на вооружении ВВС США уже более 20 лет. За это время весь парк самолетов уже успел пройти модернизацию. Обновилось бортовое оборудование и программное обеспечение. А самое заметное изменение — новый радар с активной фазированной антенной решеткой. Особенность такого радара в том, что при первом же его включении самолет тут же засветится на радарах противника. А это, вероятно, означает, что на концепцию стелс Пентагон уже особо-то и не полагается. Но, как знать, они мне не звонили и не докладывали. В любом случае, для современных российских зенитно-ракетных комплексов стелс-самолеты не являются проблемой. B-2 Spirit на ближайшее десятилетие так и останется самым дорогим авиационным проектом в истории. Да и самым неоднозначным, наверное, тоже. От вас подписка на канал, с меня еще много интересных видео. Большое спасибо за просмотр. Маэстро, будьте любезны еще раз на бис. Субтитры сделал DimaTorzok